В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах этого дня. Меры поддержки региональной выплаты мобилизованным и их семьям завершатся к 1 декабря. Некоторые из них планируют продлить. План перевыполнен. До конца года в Преамурье введут в эксплуатацию около 300 тысяч новых квадратов жилья. Уборочная в условиях санкций. Введенные ограничения не повлияли на темпы и работу техники, в том числе импортную. Об этом доложили губернатору в региональном правительстве. Все лучшее детям. Многодетная мама и предпринимательница из Благовещенска после рождения третьего ребенка оставила в прошлом успешную карьеру в строительном фирме и открыла магазины, где продает развивающие игрушки. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. Региональные выплаты мобилизованным и их семьям завершатся к 1 декабря. Сейчас правительство региона рассматривают варианты продлить часть из них и далее. О мерах поддержки для этой категории граждан рассказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. Как рассказала Наталья Киселева, на сегодняшний день в области существует три выплаты для мобилизованных и их семей. Это 18 тысяч на оплату ЖКУ и единоразовая 150 тысяч. Средства могут поступить как на счет самого мобилизованного, так и его родственников. В зависимости от того, чей банковский номер укажет призванный на службу. Еще одна мера поддержки – это 10 тысяч рублей на недостигшего 18-летия на момент объявления мобилизации ребенка. Мы постарались, чтобы заявление на эту выплату было реализовано через портал государственных услуг. Это региональный портал госуслуг. Тем самым упростили процесс подачи заявления, потому что мы знаем, что есть жизненные ситуации, когда женщина уже находится в разводе с бывшим мужем, он мобилизован, но это папа и ее ребенка. Поэтому право такое сохраняется и у этой категории жителей мужской области. И они могли подать, конечно, заявление. Также в рамках областного закона о поддержке семей военнослужащих предусмотрен еще один пакет мер поддержки этой категории граждан по линии Министерств образования и социальной защиты. Прием вне конкурса в государственные профессиональные организации областные по программам среднего профессионального образования. Здесь же у нас зачисление во внеочередном порядке в государственные муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Это наши детсады. Здесь же у нас бесплатное питание один раз в день детей мобилизованных в школе. В этом же у нас законе оплата стоимости проезда обучающихся в общеобразовательных организациях. У нас такой проезд есть в рамках областного законодательства для многодетных семей и для мобилизованных детей распространяется. Также семьи мобилизованных освобождаются от уплаты детского сада. Подробную информацию о мерах поддержки можно узнать в специальных центрах, которые открыты в 29 муниципалитетах при Амурье. Их телефоны можно найти на сайте правительства или обратившись по номеру горячей линии 122. Валентина Абрамова, Амурское областное телевидение. Амурская область готова принять студентов из четырех новых регионов России, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Василия Орлова с учителями из подшефного Амвросиевского района. Студентов готовы принять БГПУ, Дальневосточный ГАО, Медицинская академия и АМГУ. Как сообщили педагоги из Амвросиевского района, у них уже есть желающие, которые хотят учиться в амурских вузах. Предполагается, что после получения образования ребята вернутся домой и будут трудиться там на благо сельской экономической промышленной сфер. Между тем преподаватели из ДНР пробудут в нашем регионе неделю. Областной Минобор подготовил для них насыщенную программу. В плане знакомства с тем, как устроен образовательный процесс, организовано питание в школах. Делегация посетит IT-куб, центры «Авангард» и «Вега», университеты и колледжи при Амуре. В области почти на 80 тысяч квадратных метров перевыполнен план по жилищному строительству. До конца года в при Амуре введут в эксплуатацию около 300 тысяч новых квадратов, а школу в Акимчане сдадут уже в следующем году. О том, что было сделано в строительной отрасли региона в текущем году и планах на 2023, рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. Подробности в следующем сюжете. В текущем году в области должно быть введено в эксплуатацию 206 тысяч квадратных метров жилья, но по данным на 1 ноября строители уже перевыполнили этот план и к концу 2022-го будет сдано 285 тысяч квадратов. Как отметил министр строительства и архитектуры, Николай Сибиряков, почти на 60%. В регионе выросло индивидуальное строительство. Между тем, в Приамуре отмечается рост цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Сегодня в правительстве региона принимается целый ряд мер, чтобы повлиять на стоимость недвижимости. У нас разработано несколько порядков по возмещению затрат по технологическому присоединению с застройщиком. Мы возмещаем часть затрат к сетям подключения домов. С застройщиками мы компенсируем процентную ставку по проектному финансированию, если идет застройщик. В любом случае мы видим, что за несколько лет, ну вот по крайней мере 2-3 года у нас идет рост жилья и предложение на рынке возрастает. На стоимость жилья в регионе может повлиять и приход на амурский рынок недвижимости крупной строительной компании ПИК. В ближайшее время она должна ввести в эксплуатацию 178 тысяч новых квадратных метров. В любом случае это новые технологии. То есть, ну вот я как министр, я скорее всего научусь много новому от него. То есть я буду с ним встречаться с компанией, смотреть, как они строят. У них другой подход к строительству. У них цифровизация в компании. То есть они там достаточно четко строят планы, они квартирографию хорошо делают. Есть чему поучиться на самом деле. На стоимость квадратного метра повлиял и рост цен на стройматериалы. И если, к примеру, на стоимость древесины или щебня, произведенных в Преамуре региональное правительство еще как-то может регулировать то на материалы, доставленные из других регионов или стран, нет. Большая часть материалов завозится. Поэтому влиять на ценовую политику здесь практически не имеем возможности. Вчера у нас состоялся, кстати, очередной штаб. Обсуждали рост стоимости цемента. У нас вырос на 12 процентов. Из-за того, что поставщики цемента подняли. Поручение губернатор дал и мне, и Минприроде проработать вопрос, все-таки, возможности производить цемент у нас в регионе. Отдельно Николай Сибиряков рассказал о строительстве новой школы в Акимчане. С первым подрядчиком, который должен был вести работы, договор был расторгнут. Все средства на возведение объекта компания уже вернула в бюджет области. А как рассказал министр, уже найдена новая организация из Хабаровска, которая займется строительством. На данный момент у нас сто процентов выполнил проект новый. Они сейчас заходят на государственную экспертизу. Параллельно они изготавливают конструкции школы. У нас там 200 порядка блок-секций уже изготовлено. Ну, почти вся школа уже изготовлена. Там порядка 90 блок-секций уже на площадку завезено. Сам очень пристально смотрю за этой школой. Еженедельно я провожу совещания с районом, с ресурсниками. В ходе прямой линии также было отмечено, что в данное время в Министерстве строительства и архитектуры рассматриваются планы у реконструкции четырех районов Благовещенска. Работы проведут комплексно, а не точечно. Как ранее, проекты будут предусматривать не только возведение жилых домов, но и всей необходимой инфраструктуры. Школ, детских садов, больниц, спортивных объектов. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Введенные ограничения не повлияли на темпы и работу техники, в том числе импортную. Уборочная компания в Амурской области завершается, провели ее в штатном режиме. Об этом в региональном правительстве на совещании антикризисного штаба главе Преамурья доложил министр сельского хозяйства области Олег Турков. Общее число импортной техники в Амурской области составляет только 10% от всего объема машино-тракторного парка аграриев. Этого удалось добиться благодаря работе Минсельхоза России и Министерства сельского хозяйства Амурской области. Специалисты на протяжении нескольких лет снижали долю приобретаемой техники иностранного производства. Кроме этого, государственная поддержка на зарубежные виды машин не предоставлялась. Между тем, в большинстве сельскохозяйственных организаций имеются собственные склады запасных частей и расходных материалов для импортной техники. Есть необходимый объем комплектующих и у дилеров. Кроме того, они с учетом введенных ограничений организовали иные пути доставки необходимых товаров. Было отмечено, региональное министерство продолжает проводить очные встречи с руководителями предприятий не только по вопросам стоимости инертных материалов. Обсуждаются проблемы, связанные с восстановлением дорог. По результатам таких встреч Амуру Прадор заключил ряд соглашений с недропользователями о взаимодействии в содержании магистралей. Кроме уборочной кампании на особом контроле у главы региона строительства нового завода по глубокой переработке сои. Вопрос подготовки возведения объекта обсудили в областном правительстве. Начать работы планируется в следующем году. Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше полутора миллиона тонн культуры. Было отмечено, основная цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая. Василий Орлов отметил, что есть заинтересованность в крупных инвесторах. Реализовать этот проект в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор две территории – Белогорск и Приамурская. Сейчас инвестор выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны региональные власти обязались оказать всевозможную поддержку. Напомним, вопрос строительства перерабатывающего завода в Амурской области начали обсуждать в 2019 году в Сочи, где проходил экономический форум. Конкретные очертания проект приобрел этим летом в Санкт-Петербурге. Мощность будущего предприятия по глубокой переработке соевых бобов составит 1500 тонн в сутки. Приступить к строительству инвесторы намерены в 2023 году и к 2025 выйти на проектную мощность. Мусороперерабатывающий завод БлакЭко выйдет на полную мощность в декабре. Об этом губернатору Василию Орлову доложили на совещании по вопросам организации переработки мусора. В эксплуатацию комплекс запустили 1 октября. Со дня ввода объекта в эксплуатацию специалисты ввели наладку оборудования, установили дополнительную линию для выгрузки отработанного мусора, весы для приемки отходов, отрегулировали работку пресса, было переработано около 200 тонн ТКО. На данный момент средний процент извлечения полезных фракций составляет около 15%, при этом по России 5-7. Среди отходов, подлежащих переработке – пластик, стекло, пакеты, жестяные банки и картон. Остальной мусор вывозится на полигон. С 1 декабря мусороперерабатывающий завод будет работать на полную мощность и закрывать весь объем поступивших отходов. Все лучшее детям. И кто, если не мы? Этим принципом следует многодетная мама и предпринимательница из Благовещенска Елена Петрова. После рождения старшей дочери она оставила в прошлом успешную карьеру в строительной фирме, открыла магазины, где продает развивающие игрушки. Причем стартовый капитал взяла в долг. Как начать свое дело с нуля, имея на руках грудного ребенка в материале Екатерины Талалай. Идут карточки. В данном случае мы ищем половинки. И когда вы достаете карточки, ребенок либо вы соединяете половинки на карточке. И кто первый заполнил карточку, тот и победил. Это принцип игры в детское лото. Во взрослом аналоге идут бочонки. Здесь же плотные пластиковые карточки, которые практически невозможно порвать руками. Что большой плюс для родителей маленьких непосед. К тому же забава развивает мелкую моторику, память, речь. И таких наборов тут полный магазин в прямом смысле слова. Если, допустим, это совсем для малышей есть у нас конструкторы, они выполнены из такого материала, он как прорезиненный. Он такой приятный, что прям вот самим хочется его постоянно щупать. И тем самым мы опять же развиваем ребенку мелкую моторику. Если это детки постарше, то это что-то такое, знаете, набор для творчества. Мама троих детей Елена Петрова свой бизнес начала 8 лет назад, когда старшей дочери был всего годик. Хотелось дать ей лучшие. Игрушки из натуральных материалов. Прочные, чтобы не на один раз. И со смыслом. Развивающие интеллектуальные способности и другие полезные для жизни навыки. Это очень интересная мозаика с гвоздями и молоточком. Она подойдет мальчишкам, которые любят строить, конструировать и так далее. Бизнес Елены Петровой начинался с небольшого отдела в 12 квадратных метров и займа на стартовый капитал у друзей. Сегодня у нее два больших магазина. Буквально на днях предпринимательница подала на регистрацию товарного знака. И все это совмещая с материнством. Младшей дочери всего 7 месяцев. Старшая Виктория, которая и стала мотиватором, свободная от школы время, помогает тестировать новые игрушки. И вот когда приходят новинки, я сама открываю коробки, начинаю приемку. Я порой могу сама сидеть по 15 минут, разглядывать, рассматривать. У меня девочки-продавцы уже все давно работают. Они тоже прям вау! То есть у всех такие эмоции. Блин, какая классная игрушка. До этого бизнеса и рождения детей Елена долгое время работала экономистом. Уходила в первый декрет с хорошей должности. Заместителя директора одной из строительных компаний. Начинать свое дело с нуля, конечно, было страшновато, признается Амурчанка. Самое главное качество – это все-таки сила духа и вера в себя. Не обязательно быть экономистом или еще кем-то. Понятно, что какие-то моменты помогают экономически, образование экономиста. Но всему можно научиться. Главное было бы желание и такую, знаете, упертость. Кстати, санкции на деле Елены не отразились. Она отдает предпочтение игрушкам российского производства. Екатерина Талалай, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Digital Detox в Амурской тайге, посещение экологических троп семейными группами, восхождение на хребет Тукурингра. Экотуризм стал одним из востребованных направлений в Преамурье, сообщает региональный Минэкономразвитие и внешних связей. По прогнозу специалистов, объекты до конца года посетят свыше пяти тысяч туристов. За девять месяцев этого года туристические места региона посетило более 430 тысяч жителей и гостей области. Этот показатель на 10% превышает результаты прошлого года. Продвижением туров активно занимаются восемь региональных туроператоров. Ими разработано свыше 40 новых экскурсионных маршрутов, 15 из которых касаются посещения промышленных объектов. В их числе Платины Бурейской и Нижнебурейской ГЭС, Амурский ГХК, предприятия АПК и золотодобычи. Самый популярный – Космодром Восточный. В феврале после долгого перерыва из-за ковида здесь возобновили прием туристов. Кстати, Космическую гавань планируется включить в перечень национальных туристических маршрутов России. Хиты Тома Джонса, Фрэнка Синатра, Элвиса Пресли. В Благовещенске прошел концерт-трибют Александра Викулова «Посвящение». Зрители смогли услышать золотые хиты 20 века в исполнении поэта и композитора. Наша съемочная группа побывала на концерте. Подробнее Руслан Козловский. Александр Викулов начал свой концерт с одной из популярных песен группы Beatles – «Let it be». Концерт так и называется – «Посвящение». В нем артист отдал дань своим кумирам, которыми он начал вдохновляться более 20 лет назад. Сейчас Александр сам исполняет песни популярных исполнителей. Причиной становления на творческий путь стала любовь, отмечает поэт и композитор. 26 лет назад решил заняться музыкой. Наверное, любовь сподвигла. Влюбился в школьную одноклассницу. И как-то пошло, поехало, понеслось концерты, концерты, выступления. И решил связать, несмотря на то, что родители сотрудниками милиции были. Думали, что по стопам пойду, но я ушел в музыку. Сейчас благовещенскому артисту 42 года. Во время концерта звучали не только хиты зарубежных исполнителей, но и авторские под гитару. За 26 лет своей музыкальной карьеры Александр сочинил порядка пяти тысяч песен. Из них более тысячи на английском. Получилось так, что в школе я сначала учил немецкий, мне он очень ненавистен был. Английский когда больше мне симпатизировал. Наняли репетитора, родственница помогала. С уроками потом в школе перевелся. И он мне очень легко удался. И сейчас я владею им в совершенстве, в принципе. Сам Александр называет себя мультиинструменталистом, так как помимо гитары артист играет на клавишах, бас-гитаре, банджо и губной гармошке. Также артист признается, чтобы написать песню, главное для него найти вдохновение. Просто песня, которая приходит мне по вдохновению чаще всего, я обычно уже ее слышу в голове такой, какая она должна быть. То есть в определенном стиле, в определенной тематике. И дальше просто остается только написать ее на листик и записать в студии. Так как автор и исполнитель песен играют в разных жанрах, отклики у публики тоже многогранны. Александра пришли послушать как взрослые, так и дети, друзья и знакомые. Александра я узнала полгода назад. Мы вместе с ним ходим на йогу. И пару раз я слышала, как он на йоге прям, занимаясь йогой. Мы его там попросили. Он нам спел. Мне как бы очень запало в душу. Мне нравится. В планах у Александра Викулова продолжать развивать свой талант. Артист также работает в создании собственных клипов. Помимо этого, певец планирует поехать в Москву и выступить там, в одном из общественных мест. Руслан Козловский, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин